Привет всем подписчикам! Меня зовут Руслан, веду канал о путешествиях, о спорте, здоровом питании и здоровом образе жизни. Кто еще не подписан на наш канал, таких очень много, подписывайтесь. В данный момент мы находимся в небольшом путешествии по Анталии, Турции. Будем записывать интересные видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Со спортом случилась небольшая беда. Заливали. Ну смысл приезжать на море, чтобы сидеть на такой ровненькой дощечке. Ребята, я вижу кое-что чудесное. Турничок есть уже хорошо. Тяжело пошло, но каждый день будем заниматься. Тут как-будто мы в Геленджик приехали. Вечером немного штормит. Ладно, друзья, в общем, накидал несколько тем, которые хотел дотронуть. Что, одним глазиком посмотрим, что тут на ужин? Со спортом случилась небольшая беда. В отеле нету ни тренажерного зала, ни турничков рядом. Вот машинка. Нашли. Маленькую чуть не потеряли Бибику. Дочка говорит, где моя Биби? Ладно, продолжение. В общем, турников нету, брусев нету, тренажерного зала рядом нету, в отеле нет. Вчера мы приехали, естественно, вчера спортом не занимался, сегодня тоже адаптация. А вот вечером или завтра с утра уже необходимо приводить себя в порядок. Подтянуться, на брусьях по отжиматься, просто по отжиматься, пресс покачать. Вообще хочу топ своих упражнений показать, которые я делаю всегда, когда я на отдыхе. Да и в Питере я тоже занимаюсь. Вот. И мне сказали, что вроде как есть небольшая какая-то спортивная площадка недалеко от нашей территории пляжа. Сейчас попробую ее найти. А что касается Wi-Fi, отдельная история, что в люксе, что везде. Сразу Wi-Fi поймался только у Яны на iPhone 8 Plus. На моем Xiaomi и на деловском ноутбуке Wi-Fi категорически не хотел подключаться. Точнее было подключение, но без интернета. Часа полтора сегодня провозились на ресепшн, в итоге все получилось. Сегодня заливали... заливали... Ладно, сегодня заливаю первое видео, вот, в подготовке. Может быть и вторую часть успею смонтировать. И начинается серия влогов с Анталии. Так, что мы имеем? Пока я все это вещал, мы нашли, детскую площадку. Наподобие, как у нас на территории, только побольше. Качели, горка. Напоминаю, что у нас отель Lara World Hotel. Три звезды. А, ну, у этого отеля, да, площадка получше. Хотя с другой стороны, ну, смысл приезжать на море, чтобы сидеть вот на такой ровненькой дощечке без песочка. У них, конечно, есть откуда понырять в воду. Ну, и я оттуда нырнул тоже. Так что ж, ребята, я вижу кое-что чудесное. Ух! Спортсмены! Кто в Анталии? Кто в этой части? Нам повезло. Есть качалка. Идеально. Хотя, как показывает практика, рано радоваться, потому что с стороны смотришь, вроде бы куча тренажеров, начинаешь подходить, понимаешь, что это все для пенсионеров, чтобы суставы размять. Давайте посмотрим, так лето. Вот эти штуки я вообще не понимаю, для чего они. Что тут? Тут суставы крутить, разминать? Подскажите, ребят, в комментариях. Не знаю. Так, степпер. На боковой пресс типа. Еще непонятная штука. Для ног. Тренажер для рук. Как бы рано обрадовался, но, тем не менее, есть турничок. Турничок есть уже хорошо. Тяжело пошло, но каждый день будем заниматься. Груссов нет, значит, будем отжиматься. Турничок для Микки. Там баскетбольная площадка. Может быть, она к какому-то отелю привязана. Черт его знает. Уважаю пальмы. Что касается качества видео, снимаю в 4К. 4К, правда, на мою камеру, она может быть и не совсем 4К, хотя заявлено, что вроде окей. Но какие есть косяки, у меня камера два раза падала объективом. На нем небольшой скол. Линзу заменить я не успел. Поэтому, возможно, какие-то блики, когда прямое попадание солнечных лучей. Но суть видео доносится. Хочется в это верить. Что здесь имеем? Припаркованы мопеды, а там сусолочка. Сусолочка. Пройдем по территории не нашего отеля. Точнее, по территории пляжа не нашего отеля. Тут как будто мы в Геленджик приехали. Конец пляжа уже. Веточки какие-то. Слышно, наверное, плохо. Я понимаю, что надо либо камеру менять, либо микрофон отдельно. Но записываю пока на то, что есть. Штормит. Вода, наверное, сейчас была мутанная. Но, тем не менее, все равно поплаваем. Вечером немного штормит. Друзья, на территории пляжа от отеля делают все живутые соки. Но Мирио стоимость это апельсиновый сок. Он здесь стоит 10 лир. А мы с Яной пили от 4 до 6. Пальмы, пальмы, пальмы. Наша королева тут с машинкой и шариками, да? Темные машины есть. Ну и, конечно, преимущество светлых. Интересно маленькая Тойота Ярис. После Алани непривычно мы встретили только первую кошечку. Одни собаки здесь. Беленькая киска. Как вам такая зона? Ищем лучший момент, чтобы перейти дорогу. И вот Лара Ворлд Олтел. Вот где написано отель, мы жили в этом номере. Люкс. Сегодня переехали в номер стандарт. Вид сверху может быть не такой красивый, но зато в самом номере нас все устраивает. Собачек на территории много. Все выглядят ухоженными, добрыми. На территории отеля есть хамам, сауна, массаж. Мы уже туда не пойдем. Мы один раз сходили в турецкую баню. Попробовали эту экзотику, но второй раз нам бы не хотелось. Ну, на разок сходить можно. Идем на ужин. Ладно, друзья. В общем, накидал несколько тем, которые хотел затронуть. Одна из тем это, кто курит и где курит на территории отеля и вообще вблизи, да, в пляж там, на улице. На улице с сигаретой людей я не видел. Чтобы напрямую в открытую ходили, курили. Вот. Чего не скажешь об Волане. Волане я такое помню. На территории отеля курить в самом отеле нельзя, в помещении. Но на улице вдоль бассейна пепельницы стоят вечером и днем. Не было таких ситуаций, чтобы кто-то доставлял нам дискомфорт, чтобы курил кто-то рядом с нами. Такого я не видел. Друзья, прошу прощения за крики вопли ребенка. Но наша любимая дочка, и она всегда рядом. А записывать только тогда, когда она спит, это невозможно. Тогда и канал развиваться не будет, и полезная информация не будет доноситься. Поэтому прошу прощения. Что касается территории пляжа, то пепельницы стоят везде, возле каждого лежака. И, в принципе, люди могут курить. Я пока не чувствовал, что рядом кто-то сидит, курит. Суп из чечевички. Мы с утра такое уже ели. Торчики мимо нас. Фрукты, персики. Вот это можно взять. Салатики. Тут, как правило, один и тот же набор нас устраивает. Повар. Пойдем посмотрим, что на улице. Да? Пойдем посмотрим. Пошли, пошли. Да. Винишко 20 долларов за бутылочку. Вот это красота. Ты посмотри. Янчик, смотри. Хо-хо-хо-хо. Так, а что здесь есть? Лаваш, пита, жареный, сладкий. М-м-м. Брасси, драсси. Лепешечки тут. Шаверма мы не пушаем. Все спрашивают, что мы едим и что можно есть. Вот смотрите, сыр такой, позволяем себе иногда. Капуста. Такая зелень, такая зелень. Вот такие листики. Паста. Баклажаны, кабачки печеные. Много-много всего. Яна себе персики взяла. И 8 видов травы. Вот трава. Нет, ты смотри. Трава траве с травой. Пью турецкий чаек. Смотрим прямо и видим кого. Мама с меечкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова